И помог с поводом, как чаще всего и бывает, господин Путин. Ну, в общем, честно говоря, его можно считать полноправным членом нашего проекта, с автором. Вот, ну, многие же говорят, что это путинский проект. Ну, вот он, кстати, буквально, вот нам под... Ну, вообще-то сегодня, по большому счету, он подкинул нам прекрасный информационный повод, объявив Америке ультиматум. То есть ультиматум он объявил, если не ошибаюсь, не 10 назад, но сегодня этот ультиматум приобрел статус федерального закона. Вот сегодня голосовали по нему, и почти единогласно, то есть один воздержавшийся был. Вот. И, ну, вообще, этот ультиматум вообще как бы про утилизацию, там, Плутония. Но! В этом самом законе, он, кстати, открытый, там, чего-то секретного нет. Значит, штатам предписывается сократить войска. В странах НАДО до численности 2000-го года. Так, ну, отменить закон Магнитского, отменить все санкции. А, да, оплатить России ущерб от этих самых санкций, а заодно от российских контрсанкций. Ну, и в самом конце, это, типа, на сдачу. Там все-таки что-то про утилизацию Плутония. И пофиг вообще, что выполнить эти требования, ну, особенно насчет войск в странах НАДО. Америка просто не имеет правовой, ну, как бы, возможности. Ну, в общем, короче, подтекст ультиматума, а теперь уже федерального закона, он читается легко. Ну, сделайте это, а то хуже будет. Ну, кому хуже? Тут можно размышлять, но смешного тут, в общем, мало. Ну, чем горячее. Соавтор номера, кроме Путина, детский писатель Самуэл Маршат. Номер называется «Ультишах и ультимат». Жил в стране рассеянных. Президент рассеянный. Сел он утром на кровать, начал карту рисовать. Крым рисует карандаш, говорят ему, не наш. На окраине России он рисует город Киев. И совсем уже у нас Милитополь и Донбасс. Вот какой рассеянный президент рассеянный. Одеваться он решил, Искандера насмешил. В рукава засунул руки, оказалось, это Буки. Вместо шапки на парад он надел ракету «Град». Вместо плавок он на пляже появился в камуфляже. Покемона не поймал, почту Хиллари сломал. Вот какой рассеянный президент рассеянных. На вокзал приехал он, прибегает на перрон со словами «Мне вон». Сел в отцепленный вагон. Ластик, ручка, каранда, промокашки, разложил в купе бумажки. В них почти ни слова «матум». Потому что ультиматум. В ультиматуме слова. Дайте денег. В пункте 2. Компенсируйте затраты. Уберите нафиг НАТО. Крым признайте и Донбасс. Это выше. В пункте 1. А иначе отвечаем мы вас всех напоим чаем. В чае, если кто не понял, вместо сахара плутоний. Все два раза прочитал и решил, что он устал. Сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. Это что? Нью-Йорк, пора? Президент кричит с утра. А с платформы фиг вам два. Это станция Москва. Он опять поспал немножко. А потом взглянул в окошко. По платформе ходят геи. Мы уже в Европе, где я? Но опять звучат слова. Это станция Москва. Он помял подушку ухом. Глядь в окно. Кругом разруха. Люди выглядят нелепо. Мы на станции Алеппо. А в ответ таджика 2. Это станция Москва. Он еще проспал 3 года для спасения народа. Просыпается зевну. И опять в окно взглянул. Что за станция без флага? Что за девки в неглиже? Говорят ему. Гага, мы заждались вас уже. Он смеется. Не вопрос. Ультиматум вам привез. Вот какой рассеянный президент. Рассеянно. Каранда, промокашки. Разложил в купе бумажки. В них почти ни слова мату. Потому что ультиматум. В ультиматуме слова. Дайте денег. В пункте 2. Компенсируйте затраты. Уберите нафиг НАТО. Крым признайте. И Донбасс. Это выше. В пункте 1. А иначе отвечаем мы вас всех. Напоим чаем. В чае, если кто не понял. Вместо сахара плутоний. Все два раза прочитал. И решил, что он устал. Сделал в углу перед окном. И заснул спокойным сном. Это что? Нью-Йорк пора? Президент кричит с утра. А с ней он рисует город Киев. И совсем уже у нас. Милитополь и Донбасс. Вот какой рассеянный президент. Рассеянно. Одеваться он решил. Искандеры насмешил. В рукава засунул руки. Оказалось, это буки. Вместо шапки на парад он надел ракету «Град». Вместо плавок он на пляже появился в камуфляже. Покемона не поймал. Почту Хиллари сломал. Вот какой рассеянный президент рассеянных. На вокзал приехал. Прибегает на перрон. Со словами «Мне вон!» Сел в отцепленный вагон. Ластик, ручка. И помог с поводом, как чаще всего и бывает, господин Путин. Ну, в общем, честно говоря, его можно считать полноправным членом нашего проекта. С автором. Вот, ну, многие же говорят, что он путинский проект. Ну, вот он, кстати, буквально, вот нам под... Ну, вообще-то сегодня, по большому счету, он подкинул нам прекрасный информационный повод. Объявив Америке ультиматум. То есть ультиматум он объявил, если не ошибаюсь, не 10 назад, но сегодня этот ультиматум приобрел статус федерального закона. Вот сегодня голосовали по нему. И почти одиногласно. То есть один воздержавшийся был. Вот. И, ну, вообще, этот ультиматум вообще как бы про утилизацию, там, Плутония. Но! В этом самом законе. Он, кстати, открытый, там, чего-то секретного нет. Значит, штатам предписывается сократить войска. В странах надо до численности 2000 года. Так, ну, отменить закон Магнитского. Отменить все санкции. А, да, оплатить России ущерб от этих самых санкций, а заодно от российских контр-санкций. Ну, и в сам конце, типа, на сдачу. Там все-таки что-то про утилизацию Плутония. И пофиг вообще, что выполнить эти требования, ну, особенно насчет войск в странах НАДО. Америка просто не имеет правовой, ну, как бы, возможности. Ну, в общем, короче, подтекст ультиматума, а теперь уже федерального закона, он читается легко. Ну, сделайте это, а то хуже будет. Ну, кому хуже? Тут можно размышлять, но смешного тут, в общем, мало. Ну, очень горячее. Соавтор номера, кроме Путина, детский писатель Самуэл Маршав. Номер называется «Ультишах и ультимат». Жил в стране рассеянных, президент рассеянных. Сел он утром на кровать, начал карту рисовать. Крым рисует карандаш, говорят ему, не наш. На крайней России...